Здравствуйте! У нас боли отчаяния, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем наблюдать за жизнью и удивительными приключениями Люси Рыбаковой. Люся падала в спасательной капсуле и затормозила головой. Настеснее падало еще двое человек. Впрочем, за людей она их не считает. Меня зовут Федоровым канал, и дисплей это игра RimWorld с модпаком Hardcore SK. В конце прошлой серии на нас напали вот эти ребята. Ребята угрозы не представляют от слова совсем, но их убрать нужно. Самые опасные здесь двое, вот эти с гранатами, они могут размотать мои стены деревянные моментально. Ну и также представляют опасность вот эти ребята с луками, потому что если у них... Вообще можно посмотреть. Металлическая стрела, да, она может повредить меня. Стрела каменная не особо опасна. Вот взрывные стрелы опасные. Вот еще и отравленные, и у нее тоже гранаты есть. В общем, сейчас будем против них как-то биться. Бойцы у меня уже были расставлены в конце прошлого выпуска. Поэтому просто ждем, пока они подойдут. И будем потихонечку их наказывать. Так, Лукашана можно сразу выставить, наверное. Он тут с винтовкой издалека, возможно, по ним отработает. Этого ждем. Ну и Люся тоже тут на подхвате. Всего лишь у меня два автоматчика. Один пистолетчик и один с винтовкой. Но этого, я надеюсь, будет достаточно, чтобы убрать вот этих вот непонятных ребят. Можно ускориться. Потихонечку. Все остальные у меня отправлены в зону. Правда, сейчас потемки не очень комфортные. Так, ну что? Смотрим. Не попал. Броня не пробита. Няня, броня не. Треба, вылезай сюда. Радиуса немножко не хватает. Блин. Сейчас, наверное, она нифига не попадет, потому что лез. Это печально. Ну вот как. Пипец вообще. Ой, ужас. Да, вот тебе и изи катка. Размотали мне практически. Блин. Убили мне стену. Да, сейчас они сюда ворвутся. Надо тогда зону базы отсюда вот убрать. Чтобы сюда никто не ходил. Дальше в ограничениях. У меня зона базы, да. Сюда вроде походить не будет. Бараны, надеюсь, не выбегут. Этого придурка сейчас нужно убрать оперативно. Можно даже вот так на подавление поставить. Быстрее стрелять. Ну, давай, дохни уже. Все, отлично. Здесь убили. Ну, я думаю, можно отсюда в целом уже, наверное, уходить. Тут все разворочено. Из этих гранат дурацких. Дерево, конечно, какая себе защита. Выходи в сторону. Так, Васянин, а ты куда? Васянин собрался внутрь бежать. Надеюсь, бараны не выйдут. Здесь вообще можно, конечно, было бы их самих гранатами закидать. Как-то попринимать. Очень быстро. Надо посчитать, сколько их надо убрать. Двое сдохло уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще, значит, нужно восьмерых, наверное, убрать. Не знаю, как это сделать. Быстрее. Сколько у тебя боеприпасов? 110. Да, боеприпасов очень мало. Что-то поспешило это с выводами. В ходе, давайте я сюда направим. Их вообще в целом можно ближников-то заманить. Сюда было бы эту дырку. Снайпер у меня начинает работать. Так. Лотра. Давай-ка мы тебя сюда переведем. Требу надо тоже отводить немножко в сторону. Они сейчас все равно себе в эту дырку попрутся. Так. Тебя сюда. Люсю. Пока что здесь оставлю. И надо снайпера перевести. Так. Лукашан. Идешь сюда. И идешь куда-нибудь. Вот так. Коди на подхват пока что. Сюда. Будем потихонечку бомжей заманивать. В отсутствии опор рухнула крыша. Размотали лишний раз деревяшку. Лишний ненужный раз. Ходи надо подвести. Они его вряд ли пробьют. Так. Ты зря стреляешь. Сливаешь такой байп-припас. Ты тоже зря стреляешь. Все. Здесь нужно отходить уже отсюда. Смысла там тусить нету никакого. Ты можешь сюда встать. Хотя. Толку наверное сюда вставать нету тоже. Сюда можно поставить коди. Так. По тактике будем их разбирать. Если они конечно пойдут. Вот вообще они очень так шоколадно стоят. Прям гранату их накинуть. Где у меня снайпер? Снайпера нужно загнать вот сюда. Возможно сейчас по ним вдоль отработает. Так. А трэбу можно тоже подвести. Попробовать их немножко спровоцировать. Пинч. Отводим. Надеюсь в алкашаны не попадут. Ну видали он как. Значит у кого-то есть взрывные стрелы. У кого? Вот у этого взрывная. Вот это самое опасное. У этого нужно в первую очередь убирать. Тогда отходишь. Блин бараны. Дурацкий. Не то сделал. Баран убежище. Убираем пока территорию. Это убираем. Нефиг тут ходить. Бараны сейчас наказать могут. Долбанный лучник. Ладно. Отходим. Нет. Здесь нужен кто-то более такой стреляющий. Вот тебя можно направить. Причем даже с подавлением. Минус один. Дальше можно опять направить снайпера. Глупый баран. Зачем ты туда бежишь? Давай. Коди. Не. Надо уходить нафиг за стенку. Иди сюда. Так. Они пытаются на нас набегать. Причем хорошо что бегут милишники. Потому что я смогу поразбирать их. Вот это вооружение. Все на металл. Они все равно вряд ли через... Все. Они побежали. Они бы не прошли все равно через моего Коди. Потому что он достаточно жесткий милишник. Можно попробовать кому-нибудь еще накинуть сзади. Вряд ли конечно это получится. Так. Ладно. Вы свободно можете уходить. Есть ли возможность кого-то захватить? 0.7. Это сейчас сдохнет. Коми. Медик. Слабый иммунитет. Блин. Плохо. Потому что у него слабый иммунитет. Но по параметрам вроде неплохой человек. Зоркий. Эффективный сон. Болеть правда будет. Этот сдохнет. Больше вроде забирать некого. Да. Возникла ситуация, когда мне очень тяжело будет сейчас делать подранков, чтобы их захватывать. Не знаю. Может быть сейчас получится конечно снайперам отработать. Коди свободен. Этих всех нужно сейчас раздеть. Это все разрешаем. Вообще нужно вот так вот сделать. Итак. Атака отбита. В принципе никакого особенного ущерба они не наисли мне. Можно всех вернуть в рабочую зону. Баранов. Бараны, бараны, бараны. Бараны в зону барана. Соответственно. Так. Возможно нужно этих пораздевать. Может быть у них какие-то шмотки нормальные есть. Точнее даже не так. Их обязательно нужно пораздевать. Где у нас раздевание? Этих раздеваем. Тебя. Тебя. У вас всех раздеть. Ходит. Ты иди-ка раздень вот этого. Может быть с ним шмотки нормальные все-таки выпадут. Если не сдохнет. Никотиновая зависимость. Не, ну это такой-то чувак. Ты у нас кто? Искусство обеспеченный стрелок. Так, блин, что за какие-то ущербы-то все ведут ко мне? Даже захватить некого. Вот этот, кстати, нормальный. Но он, блин, интерес к химии у него нафиг нужен. Нет, тут все какие-то ни о чемные вообще. Их имеет смысл вырубить. Только на случай топор может у них отжать. Так, короче, нафиг. Раздевай трупа. Ты раздевай его. Сейчас тут в ручном режиме немножко раздеваю. Так, штаны. Время между ударами. Ну, блин, они трупные. Поэтому нафиг. Чинить их тоже не хочу. Отмывать их тоже не хочу. Все, всех пораздевали. Можно теперь тогда все это перетащить. Оперативно. А этого тоже раздеть. Здесь нужно восстановить повреждения. Сюда и сюда. Вот чистил кнопки. У меня тут кнопки что-то залипали. Один фиг, кнопка Q залипает. Ну, вот так. Одно кнопку Q у меня поставлено просто в быстрый перенос. Что-то она вот залипает слегка. Сейчас, наверное, что кто-нибудь вырубится у них тут. Не, никто не вырубил. Все убежали. Со страху. Размахивай руками. Место на складе кончилось. Не очень это хорошо. На каком вообще складе? А, понятно. Могил нет. Ну, сейчас освободятся могилы. Так, вообще вроде трупов ко мне тут. Квартиру не должны не нести. Так, расширяем внешний периметр. Можно увеличить как-то так. Сейчас надо подождать, пока все это застроят. Были бы каменные стены, они бы их не проломили. Было бы все еще проще. А так вот. Вот такие вот дела у нас. Крыша. Блин, это надо тоже все перетаскивать. Давайте это унесем. Сейчас, в общем, восстановим вот этот луч. Надо будет здесь достроить. Я думаю, куда мне дальше идти. Я хотел построить... А, Лукашин с ума сошел. Это грустно. Все. Строитель у меня отключился. Я хотел построить верстак для производства винтовок. Стальной. Но у меня стали нет на него. Поставить его куда-нибудь пока что временно сюда. Стали у меня его нет на него. Так, мне нужен вначале строитель все же. Строитель Треба. Треба у нас разгружает инвентарь. Занимается всякой фигней. Ну, как фигней. Переноской. Давайте сначала достроим. А то это совершенно не делайте летящий гранат. Надо устраивать. И сюда. Кстати, нужно вернуть домашнюю зону. А то я ее тут убирал. Везде здесь. Чтобы починку сделали. Люся, когда с ума сошла, приходилось домашнюю зону убрать. Так, возвращаем сюда. Здесь домашнюю зону. Пока что так, хватит. По крайней мере, починят. Надо бы еще, наверное, могилы сделать. Не хватает немножко могил. Чтобы трупов хоронить. Здесь, наверное, нужно парочку сделать. Может быть справа. Но с каждой стороны по несколько могил. Чтобы сразу можно было параллельно кучу народу вносить. Всякого разного. Грубый жилет, кстати, нормальная тема. Так. Вот эту можно, я думаю, наверное, вот сюда переставить. Потому что здесь все равно шмотки. Шмотки сразу перерабатывать. А вот этот стол. Надо освобождать место уже потихонечку. Вот этот стол нужно переставить куда-нибудь. Ну, не знаю. Может быть, пока что сюда временно. Ковер можно переставить. От ковра, правда, толку никакого нет. Сюда. Но эту все равно не оденут. Потому что она такая. Плохенькая. А здесь я что-то склад не убрал, да, даже. Надо склад тут удалить. Лечебная грибная настойка. Давайте-ка ее сюда поставим. Запретить повышенный грибная настойка. И надо посмотреть, что у Бориса тут зоны нет. Да, зоны тут нету, нормально. Борис ее не съест. Борис, ты не прав. Коверский станок. Не знаю, зачем мне сейчас нужно. Я его скрафтил что-то так. В пыхах. Рапторы. Для рапторов тут, в принципе, вроде как живность есть. Но, блин, я боюсь, как бы на моих баранов они не напали. Если пойдут в моем направлении, придется их туда убирать. Два раптора тут есть. Ну, вообще, по идее, должно быть уведомление о том, что рапторы на меня напали. Мне крайне не нравится то, что я не могу в нормальном режиме здесь простреливать, деревья мешать. Можно, конечно, через какие-то там 10 клеток поставить столбы деревянные, которые не столбы, а опоры, и построить крышу. Но тогда мне столбы будут мешать. Все, алкашан пришел в себя. Так, рапторы вроде вниз уходят. Снизу здесь медведы, панды. Ну, это мне не интересно. А-ка сверху куча макак. Так. Разное. Большое захоронение. И вот сюда, наверное, его накину. Еще одно большое сюда пойдет. Можно здесь, конечно, тут парочку поставить. Пока что как-то так. И куда? Спражнятся пошел. Надо дождаться полов за один блок. И, в принципе, все. Можно считать, что жизнь удалась. Что рапторы? Ну, да, они, по всей видимости, вниз уползли. У этого вроде все около дела. Сейчас на руки помоют. И можно переносить верстак. Сюда нужно протянуть лампу. Но прежде чем это делать, нужно сделать вот так. Протянуть кабель. Кабелей вроде у меня хватает. Короткое замыкание у меня не произойдет, потому что вроде как аккумуляторов у меня никаких тут нет. Они вроде были, но я их вроде как снял. Точно не помню. Есть палатки. Палатки можно разобрать. Не знаю, зачем они не нужны. Или куда-нибудь впарить их, не знаю, сбагрить. У каша у нас благополучно ушел спать. Ну, ждем тогда, пока достроят. Да, здесь, конечно, все размотало, это пипец. Ну, пока что примерно вот так наша колония выглядит. Мы продолжаем отстраивать нашу колонию строгого режима. Что-то тут столько грязи вообще, смотрю. Почему компост и не уносишь? Компост вроде должны были сюда перенести. Наверное, поставлено скидывать на пол. Ну да, так и есть. Еды? Еды у нас вроде как хватает. Это, в принципе, гуд. Тут минус 17. Так, у нас очень много сои получилось. Ее надо унести. Причем срочно. Блин, капец, как не хватает палет. Просто очень-очень не хватает палет. Можно было бы на одну палету сразу полторы тысячи накидать. И что там, проспался? Нет, строитель. Горе луковое. Орваная одежда, без одежды. Инструмент. Надо сейчас, наверное, будет построить лампочку и, может быть, сшить что-нибудь более такое полезное. Комбо бегает вообще в какой-то гадости. И у нас осада внезапно. Осаждающие здесь такие, конечно. Смотрите, у осаждающих нету вообще оружия дальнего боя. То есть все, что они смогут сделать, это подойти упор и помереть. Всех убираем. Соответственно, их можно очень легко убрать. Единственное, что через лес стрелять, конечно, не самое тут лучшее занятие. Но, тем не менее. Люся сюда. Их нужно сразу же к атаке спровоцировать. Потому что иначе они меня закидают гадостью. Но, для начала нужно, наверное, подождать. Пока у них упадут припасы. Потом их спровоцировать к атаке. Я тогда смогу припасы отжать. Можно даже миномет попробовать. Подождать, пока построят. Но я боюсь, что они минометами меня закидают. И будет очень-очень больно. А мне бы не хотелось этого. Так что я их по-человечески, по-нормальному сейчас окучу. Тебя давай тоже сюда. Что там у нас еще пригодится? Рыба. Рыба тоже сюда. Втроем. Такие посредственные атаки. Раскачщик, конечно, начинает потихонечку наваливать. Не знаю, куда. Возможно, сюда упадет. Здесь им очень долго будет разворачивать. А может быть, зря трех пешек отправил. Можно было, в принципе, в одну пешку разобраться. В одно рыло. Тут очень много вот этого леса, пока они все это лес не вырубят. Долго, в общем. На еды вообще мало упало. Откуда мне к ним лучше подобраться? В общем, вопрос. Давай сюда. Ты тоже куда-нибудь сюда. И ты. Я по одному буду выстрелы делать. Мне главное спророцировать к атаке, потому что будет убежать. Сами ко мне придут. Ха. Да. Даже можно так сделать. Ха-ха-ха. Отчаянники. Ну, это вообще ни о чем просто. Раскаччик такой, рассказчик, что зачем он мне-то чуду? И у тебя, и у тебя, желудок. Нифига ты жжешь. Алкашан, что, двоих сразу в желудок выстрелил? Да, ну ты даешь. Детали можно продать будет. Здесь у тебя один час. Тоже какой-то ни о чемный. Так, вот это неплохой. Только он химик. Химик нам не нужен. Тоже химик. Что-то все какой-то... Какой-то трэш вообще к нам идет. Каннибал. Тоже химик. Да блин, наркоманы они сплошные. О! О! Вот этот вообще... В HP просто очень такой годный чувак. Времесло, правда, не может, но он строитель. Хороший. Давайте-ка попробуем его одиночными выстрелами поубирать. Пока не стреляй. Да, догнали называется. Вряд ли он отрубится. Боль сильная. Может быть, кстати, сейчас и вырубится. Кто его знает. Ну, что-то я сомневаюсь. Да. Не удалось захватить. Ладно, хрен с ним. Значит, это переносим. Здесь, как я посмотрел, все ни о чем. Да, ребята? Детали миномета тоже переносим. Песок. Песок весь надо унести. Песок стратегический ресурс. Детали миномета три штуки. Уносим. Это можно... В принципе, тоже сюда вообще можно все переносить. Халява как-никак. Этих бомжей я раздевать не буду. Это вообще бесполезно. Они тут в каком-то вообще трэше пришли к крапе полным. Зона. Хотя нет. Можно поставить внешний периметр. И просто сделать зону временно внешнего периметра вот такую. Чтобы все это перенести отсюда. Переносим сухой паек. Ты переносишь. И ты... Деталь можешь уносить. Вот сухие пайки. Можно назначить зону где-нибудь. Так. Какой бы тебе назначить зону? Вот сюда, вот в хату прямо. Сухой. Сухой паек. Детали 81 миллиметр миномета. Так. Куда бы вас... Возможно, я вас крафчу этот миномет. Думаю, может быть, он мне пригодится даже. Детали 81 миллиметр пулемета. Куда у вас направить. Временно можно у баранов разместить. Детали 81 миллиметр миномета. Единственное, что мне по технологиям, конечно, геморройный далеко до них идти. Улучшенная обработка. Танковые пушки 2. Флаг и миномет. Скорее всего, вот здесь вот эта технология открывается. Я, честно говоря, не уверен. Потому что я эти миллиметры особо не строил никогда. Они крайне косые, если бинокли нет. А, бинокль делать. И с биноклем лупить. Ну, осада ни о чем. Вообще ни о чем просто. Да, и снаряды нужно куда-то в сторону отнести. 81 миллиметр минометный выстрел фугасный и зажигательный куда-нибудь в сторону от базы. Может быть, даже сюда куда-то. Так. 81 миллиметр минометная мина. Вообще все вот эти вот мины сюда нафиг. Вообще ящики с оружием есть. Но это детали. На детали пофиг. Они просто могут задетонировать очень легко. И хранить их внутри базы. Это вообще самоубийство. Нафиг. Пускай они там валяются. Так или иначе, они потом уничтожатся. Да, мы отбились от беспонтовой осады. Практически все уже отсюда унесено. Из основных предметов. А там останется захоронить трупы. Потому что нафиг они тут валяются. Валяться им тут не нужно. Плюс это чем занимаешься? Давай ты вот так вот сделаешь. Давай вот это назначим на вырезание. Надо могилу понаделать. Это неудобно. Можно, кстати, медом заморочиться. Я, правда, не знаю. Там технологии нужны, наверное, для него. Мед тема нормальная. Если в радиусе там что-то есть посадки, какие-то растения, значит, типа есть цветы, значит, пчелы будут мед приносить. Ну, хотя фиг знает. Медовую тоже тут делать ферму. Не знаю, я подумаю. Толку, конечно, мало со всего этого, с этого меда. Либо его там придется каким-то иконскими количествами высаживать. Ну, и для разнообразия в целом, я думаю, можно было бы сделать. Так, что, трупы все? Трупы мне исключительно на биоматерии нужны, потому что позже их можно будет выкопать. И эту самую биоматерию заиметь себе. Вещь полезная. Так. Что у нас с переплавкой? Переплавка у нас здесь делается. Надо, значит, ее перенести куда-то сюда. Куда? Не знаю. Блин. Либо здесь нужно сделать склад с оружием ближнего боя с максимальным приоритетом. А то сейчас им бегать, тут конец базы не очень комфортно будет. Надо будет обмозговать этот момент. Так, ну что, трупы? 8, нет. Подбирает внешний периметр так. Сюда, сюда. Здесь. Хотя, может быть, здесь трупы бы вообще сгорели даже. Ибо нафиг они не нужны мне. Давай, работай. Унесли уже минометные снаряды. Вообще, просто не жалко эти минометы. Если перейдут торгаши, я им продам. А так, пустую богатство копить. Тут и так лишний скачок уже. 120 тысяч. 122. Скоро ко мне уже, наверное, вооруженные друзья пойдут. Но я этого не очень хочу пока что. Вооруженные я имею ввиду огнестрельным оружием. Все, унесли. А, древесина еще осталась. Ну, древесина, ладно. Такое. Так. Давай доделывай. Ничего в этой осаде такого уж серьезного я не увидел. Звесняк, известняк. Здесь еще, да, могила есть. Пошел отдыхать. Давай-ка ты вот эту построишь, потом отдыхай. Я надеюсь, сейчас в ближайшие там... Вот в эту серию, надеюсь, а так никаких не будет. Они мне сейчас не нужны. Вообще никак. Хотелось бы спокойно. Все, перенести. Лечебная грибная настойка. Почему? Давай максимальный. Че ты тут одна лежишь? Чашка кофе. Прямо... Выпей чашку кофе. И кого-нибудь там еще можно вон. Кайло напоить. Дринк, чашка кофе. Занимает место просто. Нафиг она мне сейчас нужна. Бесполезная фигня. Так, трупешники, трупешники. Куда летишь? Закодишь, что ли, летишь? Эти комары дурацкие такие, я не знаю. Сты, чувак, да? С большим таким мечом прям. С щитом в латах. На него летит комар. Знаете, это... Плашмя у этого комара. Да. Какого бреда ты не увидишь. В этих ваших играх... Кашан, ты можешь построить? Нужен стальной сплав. Стальной сплав у нас делает... Делает, делает, делает кабанихи. Нужны материалы. Чё, тебе не хватает? Уголь, железный. Да, чё, тебе не хватает? Есть же всё. Вася не с ума сошёл. Бедолага. Давай, плать. Так, мы продолжаем освобождать территорию. Вот всякое. Я думаю, нужно, наверное... Так, комбо у тебя. Ненужная кухлянка. Давай-ка ты... Рубашку наденешь. Дальше штанцы. Дальше на комбо нужно будет выдать перчатки. Сейчас я их скрафчу. Столько времени прошло. Туплю-туплю. А! Это у нас и из человека, да, штаны? Так, ну зачем так делать? Зачем так делать? Надо, значит. Затем и делать. Так, давайте посмотрим, что тебе нужно выдать. Ты у нас нифига не боец. Соответственно, ей нужно сделать... Вообще, ей нужно сделать эту. Как она называется? Вот, крестьянскую тунику. Тунику, перчатки, боты. Блайзеры вообще не знаю, зачем они. Блайзер, давайте-ка мы в ограничениях, в назначениях, точнее, управление гардеробом. Блайзер уберем. Он тут нафиг не нужен. Ватники всякие, бронестранники, куртки, кончи, пуховики. Вот это можно все убрать. Перенесли, да? Перенесли. В общем, достроят дальше аксессуары, лампа. Сюда. И можно будет сшить перчатки и все остальное. Перчатки, боты. Хотя, может быть, боты где-то у меня есть, заначки. Нет, боты, заначки нет. Ладно, перематываем время. Хотя, можно было трупешников этих и оставить. Больно далеко за ними бегать. Время пустое. Сжигать просто. Какава сгнила. На какаву пофиг. Все, можно отсюда убирать блок. Как и не было осады. Я бы не назвал это осады. Это с осады какая-то вообще. Почему-то снаряд не унесли со склада туда. Так, комбо, давай-ка ты сначала вот эту построишь. Наконец-то. А, полярное сияние. Я думал, посветлело уже. Просветление достигли. А здесь просто полярное сияние. А, у нас появился свет. Сейчас тогда нужно будет назначить на пошив одежду. У нас практически достроен верстак на оружие. Скоро можно будет начать его собирать. Это просто очень-очень мега круто. Но, для начала мне нужно собрать ботинки. Так, ботинки, перчатки и что там еще нужно. Ботинки здесь есть, конечно, снятые с трупа. Но мне вот это все снятое с трупа нафиг не нужно. Это можно было бы, конечно, отмыть. Но я лучше все это разберу. Маска тоже мне неинтересна. Интересно снятые с трупа так. Работать грязно. Значит, радиус поиска увеличиваем. Это все переработаем. Переработать трэш. Это понятно. Так, здесь сделать обычные ботинки, рабочие кожаные перчатки. И... А где... Слушайте, а как я сделал... Я не догоняю. Средневековую тунику, что ли? Это крестьянская туника здесь. Возможно, она просто так называется. Странным образом. Сделать футболку. Нет, средневековая туника это не то. А где крестьянская? Блин, тут что ли она делается? Оборванная туника. Оборванное платье. Что-то я перестаю понимать. Скорость работы плюс 5. Она, наверное... Так, а тут... А скорость работы плюс 7. Как стопы? Крестьянская туника. Тогда давайте по помощи посмотрим. Христианская туника. Делается... В кузнице? Серьезно? Блин, вот это прикол. Давай вначале перчатки, потом ботинки. Здесь детали. На перчатки у нас уйдет... Не знаю сколько. Мне тут прилагали экономить, делать из лоскутной кожи их. Но экономить я не хочу. Абсолютно никакого смысла нет в этой экономии. Потом можно просто тут... Чего хватает, то и пускать. 18 вот кожи, например, надо, наверное. Пускаем... Ну, медвежью шкуру, скажем. Да? А на ботинке нужно 15 кожи. На ботинки мы пускаем... Кунить... Кожу птицы, в принципе, нам не пофиг. Все это складываем вниз. И сейчас сюда ремесленника сразу же. Надеюсь, когда-нибудь лет через 200 я все это автоматизирую. Кабаниха хочет отдохнуть. Так, а кто у нас тут назначен вообще в деталях? Кабаниха назначена, да? Она, значит, первая должна туда пойти. А в крестьянской тунике, которая внезапно делается здесь... Здесь тоже можно назначить кабаниху. Так как топовый ремесленник. 75 кожаный, либо тканый. И компоненты. Здесь я назначу... Блин, легкую кожу я не хочу на шмотки пускать. Человечную я тоже не хочу пускать. Кожую рептилию тоже вообще не хочу. Ну, пущу кожу рептилий. Благо тут дофига у меня ее. Какие она параметры имеет? А параметры у нее очень хорошие. Я на проникновение смотрю. Лотра у нас бегает. Да, ты так будешь бегать туда, так... Братюня, блин. Состариться можно. Ну, что, ждем, пока кабаниха у нас расчехлится. Полярное сияние закончилось. Все, давай, собирай. Нет, чинить не надо. Шея, одежду. Прямо с ручничком просто. Это нужно все поубирать. Блин, какого хрена? Почему мясо... Солонина вот в разных местах лежит? Как они так это распределяют? Вообще просто... Глаза на лоб лезут от этого всего иногда. Так, горшок из досок. Давайте сюда и алкашана направим собрать. Начали сюда уже переносить. Сюда опять же соевые бобы. Почти готовы у нас ботинки. Точнее, перчатки. Я продолжаю микроконтролить, конечно, пока что. Это плохо, это очень плохо. Но что поделать. Перчаток нужно будет еще и на Кайлос крафтить. Но у нас комбо пока что строитель, поэтому надеваем. Делаем перчатки. Ждем ботинок и делаем то же самое. Можно будет еще одну пару, наверное, по крафтить. Остальное уже на разборку пойдет. То есть этот трешак ненужный. Здесь, само собой, организовался некий склад под одежду и некий производственный блок. Так, напяливай. Кабаниха пошла завтракать, обедать, кушать. Так, у тебя... А ты у нас... У нас просто уборщик. В принципе, можно было бы и такие перчатки, говейники оставить. Но я переделаю. У Коди... Тут все нормально. Бронированные должны быть. Здесь хорошо. Можно, кстати, бронежилетов понаделать. Все, хоть защита повыше будет. Кабаниха у нас напялила чешуйчатая кольчуга. Вот это вот совсем не нужно вам надевать. Ни кольчуг, ни чешуйчатых кольчуг. Вот это вот ничего не нужно. Пластинчатые жилеты тоже не надо. Остальное, в принципе, устраивает. Грубый жилет. Ладно, пускай это сойдет. Разденется сама, по идее. Лотра продолжает плавить. Перенести, если... Кузницу куда-то... Блин, ну тут опять же места будет не хватать. Так, тебя давай-ка мы внесем. И тебя тоже нафиг отсюда подальше. Сапоги переодели. Умба. Так. Баниха, чем занимаешься? Убирает вкусное блюдо, потом подбирать будешь. Хотя ладно, пускай подберет. Сейчас Лотра переплавит, и я ее направлю сделать эту крестьянскую тунику дурацкую. Одну штуку. Когда мы разгоним по скорости работы еще одного строителя дополнительно, это будет нам прям вообще к тему. Я вот что-то смотрю на все это дело. У нас остановилось производство защитных сооружений. Это не есть хорошо, поэтому нужно сейчас назначить будет. Так, и нужно сделать будет вооружение. Это я пока уберу. Сделаем... Сколько у меня вообще материала? 800 материала. Это хорошо хватает. Где вначале будем делать? Вообще, надо, наверное, вот здесь построить еще луч некий. Будет. Причем достаточно скоро нужно его будет строить. Сначала тут поставим, и может быть... Вот здесь угол закрыть. Потом сюда луч. Здесь надо тогда приказать срезать вот это все. Докуда там? Как-то так вырезать. Здесь, в принципе, Люся должна справиться. О, гранаты все разнесли. Ненужный кабаних, а ты что? Ты нас плавишь. Ждем, пока она соберет нику свою. Тут, кстати, практически уже комната готова. Можно тогда, наверное, вот это разбирать. 6, 7. Здесь нужно вот так вот сделать. И это выкопать. Я надеюсь, тут ничего не рухнет. И практически все будет готово к тому, чтобы здесь поставить карьер. А ты что, была нездорова, что ли? С тобой не так? Голодные? Да какого хрена? Долбаные комары. Надо, наверное, какую-то, не знаю, пальч-стену строить, чтобы мухи не нападали. Они могут просто позаражать у меня сейчас овец всех на ровном месте. Ну уж эти мухи, так я не знаю. Давай, убивай ее. Так, что у тебя с туникой? С туникой все сложно пока что, да? Давай, расстраивай. Четвертая скорость. Увеличу даже. Быстрее делал. Где-то опять муха нападает на кого-то. Ну, или просто тут она где-то нападает. Слышно просто было. Так, о. Что ты вообще тут как-то жестко просто строишь. Скорость передвижения. Рукопашный урон. Ну, это фигня. Скорость передвижения. Вообще скорость работы. Серьезно? Блин, жесть вообще. Что за... Вот это вообще повезло просто. Свезло так свезло. Здесь у нас нифига нету. Я тогда вот это вот напялю на алкашана. Чтобы он быстрее все делал. Так. А после алкашана по наследству на комбу у нас другая достанется. Иди сюда. Да. Неплохо так. Боже, рептилий, сгибатель. Блин. Котик носится. Мне показалось, что какие-то мухи летят. А ты, конечно, тут сумасшедший вообще. Напяливай. Так. И Кайлу. Можно напялить вот эти штаны. Они, конечно, тут из человеческой кожи. Но пофиг. Пока такие, потом нормальные перешьем. Ну, на этой позитивной ноте серия буду заканчивать. Сделали мы здесь немало. Отбились от осады. От осады. Скрафтил я вообще какую-то мега жесткую тунику. Ну и немножко сюда перенесли. Прям так очень хорошо. Я надеюсь, в следующий раз получится здесь сделать еще один луч оборонительный. И увеличить нашу обороноспособность. Сила колонии растет. Силы сильные у нас. Это очень хорошо. По истории. Богатство, конечно, подросло немножко. Но буду стараться весь ненужный хлам уносить за пределы колонии. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok